В этом году май не радует погодой. Если у вас нет автономного отопления, то холод уже обжился в вашем доме. А в соседнем с нами Татарстане, в Буинске, в ночь с 22 по 23 мая земля покрылась инием. Температура упала до минус 2 градусов. А гидрометцентр России вновь обещает заморозки в европейских частях страны. По данным гидрометцентра, в регионе уже выпало 4 декадные нормы осадков. Это только за половину декады. А подобные нынешним холода имели место в 99 и 2002 годах. Но тогда без дождливых дней. В этом году май необычно холодный. И связано это с установлением обширного циклона в европейской части страны. В этот циклон регулярно закачивается холод, так скажем, с Баренцева моря и поддерживает его циркуляцию. Земля насыщена влагой, что благоприятно сказалось на посевной. А также на формировании корневой системы озимых культур. А низкие температуры не дали развиваться многим болезням и вредителям. Приближающиеся заморозки не повлияют на уже высаженные растения. Производители овощных культур действительно столкнулись со сложностями. Это особенно касаемо выращивания капусты рассадным способом. Но тем не менее ситуацию смогли выправить. Атмосферные капризы практически не сказались на работе дорожных служб. Незначительное отклонение от плана не изменит конечного результата, уверяют специалисты. А ремонт дворовых территорий и вовсе идет по графику. Заасфальтируют даже те дворы и улицы, которые не успели в году прошедшем. Нашим учреждением было принято решение и поставлено в план ремонт дорог до 1 июня. В связи с дождливой погодой мы сроки переносим на 1 неделю, то есть где-то до 7 июня мы должны завершить. А вот на жителей региона сырая и неприветливая погода влияет неблагоприятно. Хотя по информации Роспотребнадзора заболевших ОРВИ сравнителем меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако метеозависимым холодная весна буквально пришлась не по нутру. Переохлаждение способствует тому, что разрыхляет слизистые носоглотки и инфекция, которая у нас, как правило, гнездится в ротовой полости, носу. Она начинает активизироваться, вызывает вот эти разные респираторные вирусные инфекции. Главное – беречь себя. Тепло одеваться без оглядки на календарь. Не забывать носить маски в общественных местах. Это позволит обезопасить как себя, так и своих близких. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73.